Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Алиэр Станкевич. Сегодня я нахожусь в благословенном месте. Это место называется Мигдар. Здесь буквально недалеко, несколько сот метров отсюда, был обнаружен город Мигдар, в котором родилась Мария Магдарина. Здесь, на берегах Кенерата, в Израиле, в Галилее, ходил Иисус Христос и проповедовал, учил своих учеников. И дал нам великое предназначение – идти проповедовать Евангелие до края земли, учить людей и крестить их во имя Отца и Сына Святого Духа. Сегодня здесь я встретил массу замечательных людей. Сегодня я познакомился с людьми, которых раньше я не знал, но их жизнь вела к этому моменту. Мы присутствовали на потрясающем тренинге, который проводила организация DCPI и обучала нас тому, как насаждать новые церкви. И один из людей, который просто произвел у меня колоссальное впечатление в своей истории, это Андрей, и мы с ним познакомились, подружились, и попросил его рассказать о своем свидетельстве. И я хочу просто задать вопрос, который, наверное, многие задают. Люди, которых мы встречаем, люди спасенные, они выглядят по-другому, они ходят по-другому, они говорят по-другому, но и так было не всегда. Андрей, что было в твоей жизни? Что случилось? Почему было падение, а потом приход Господу? Что-то пять месяцев назад я передвознул, взял дозу героина, он уколол, как говорится, отъехал и умер. Мне когда вдруг, это же по рассказам, как бы потом я укололся и сразу, говорит, сразу ушел, пена пошла, сортан пытался меня бить, он привезли себя, но я, как бы, отключался, он вызвал в скорую, и они приехали, и когда они меня загрузили в скорую, у меня было в системе 3% уже кислорода, как бы, ну, уже все было. И потом в скорую мне отключило сердце, и я умер. И они меня привели обратно, ну, клиническая смерть, привели обратно, и в больнице, и мне еще раз оказалось сердце, меня обратно, как бы, только привели обратно. И потом я 4 дня лежал в коме, но я как бы сам не лишался, у меня дышала машинка. Я провел 4 дня в коме, ничего не помню, как бы, никаких туннелей не видел, никакого белого света, вообще ничего не видел. Проснулся, как будто ничего не бывало, как бы, никакой боли, никаких ломок, никакой, как бы, ноль, я даже не понял, где я нахожусь, что я вообще там сделаю, я был привязан за ноги, за руки, потому что они говорили, что я один раз проснулся, на второй день, и начал себя все срывать, и говорит, почему вы меня, как бы, ну, не дали мне умереть, что я проснулся в привязанный уже, но без никакой боли, без никакого чувства, как бы, ну, даже меня не впечатлило, даже, ну, не повлияло на меня это, передоз, как бы, ничего для меня не сделал. Я, как бы, приехал домой, и начал обратно колоться, обратно делать гарейн, но, как бы, я хочу чуть-чуть возвратиться, и, как бы, ну, рассказать, как я до этого момента докатился, что мне уже было безразлично, даже когда я, вот, пережил такое, моя вся семья была в шоке, ну, у меня была благополучная сестра, семья, у меня сестра, ну, как бы, доктор в больнице, в которой я находился, это вообще, мы потом разговаривали, она организовала у меня самолучший клад, самолучший доктор, и все, обычно, когда наркоман отъезжает уже первый-вторый раз, у него нет кислорода в системе, они уже отключают, как бы, ну, это тоже такое следствие, но, почему-то я не умер, и почему-то даже на меня не повлияло, как бы, это, ну, вообще я должен быть, как по-американски говорится, «вечтебл», ну, после этого всего, когда меня проверяли, они говорят, что у меня вообще все очень прекрасно работает, почки, сердце, легкие, все, как будто я никогда не принимал наркотики, хотя бы я 8 лет на игре сидел, это хлоп, ну, кокаин, морфин, героин, кристаллмед, спидбол, последние пару лет, это вообще, ну, очень плохо для сердца, для всего, без зубов, не все свои зубы, я был в тринадцатях авариях, очень сильных, но я никогда не повредил, как бы, у меня ничего не было сломано никогда, но я хочу чуть-чуть возвратиться в прошлое, если можно, я вообще-то, я ДВ, я сверующий из семьи, у меня отец и мать, ну, как бы, ну, верующие, более религиозные, почему так случилось, моя мама, она сверующая семья, но мой отец, он, как бы, он из Украины, он вырос, есть такое место, называется Старосамбельск, это, ну, там очень много колдовства, где мой отец вырос, там до сих пор даже нету никакого церкви, никакого служения, ну, даже не католического никаких, там, как бы, в местах не очень практикуется волшебство, колдовство, моя бабушка занималась этим, как бы, очень сильно черной магией, мой дед, с упакованной стороны, он был всесоюзным вселителем, к нам приезжали разные генералы, разные люди, состоявшиеся, которые он исселял духовными способами, и я, как бы, не помню бабушку, ну, как бы, дед, ну, умер, но бабушку, она была очень сильно колдунья известная, я только ее помню один раз, мне было когда 5 лет, там были у нее день рождения, я почему-то, ну, я детства вообще почти не помню, но это я хорошо запомнил, что мы были там, она меня очень любила, я был у нее любимчиком, и она постоянно читала, я помню, она читала одну молитву «Отче наш», я говорю, почему-то, это запомнили, потом, как бы, узнала, что это означает, и потом, как бы, отец сожнился на маме, он был неверующий, не был с Богом, как бы, религиозный, ничего, он еще, будучи в браке с мамой, он еще 30 лет был онкоголиком, так что, вот такая семья его рос, потом покаялся, того, пришел к Богу, и, ну, пару лет спустя, мы уехали в Америку, мы были такой, религиозной, строгой среде, среде, ну, и я бросал среде этого, ну, с детства, я всегда, ну, я знал, что Бог есть, но, если я ввел себя плохо, я, как бы, я знаю заповеди Божьи, там, мне всегда родители говорили, если ты не почитаешь отца и мать, то ты, ну, как бы, не будешь благословления, не будешь долго жить на земле, потому что, я с детства считал, что меня Бог, ненавидит, и, как бы, он докажет, что для меня, как бы, жизни нету, это было в 9 лет, я это осознал, что я, ну, как бы, не могу быть благословенным, потому что я все плохо вижу, я не уважаю родителей, вообще, я их не любил, не уважал, не понимал, и вот, с этого все началось, как бы, очень рано, очень рано, в 18 лет, начал, в Каин, в 19 лет, я уже женился, в 21, где-то был 2001 год, я уже попал в первый раз на реабилитацию, это было в 2001 году, и разъелся, но, как бы, моя жизнь так продолжалась, как бы, ну, не было как бы лучшая семья, но, как бы, я занимался разными такими делами, что, я не мог находиться в простой жизни, для меня, ну, там, чтобы иметь дом, семью, как бы, бизнес, для меня это было недостаточно, потому что я понимал, что я все равно долго на этом не проживу, потому что, как бы, я считал себя проклятым, так что, мне нужно было приключения, и постоянное приключение, и, я находил, как бы, радость, не ради денег, мне нравилось, как бы, разводить людей мне нравилось, ну, продавать героин, кокаин, таблетки разные. Я познакомился с доктором, который имел свою клинику, MRI, снимки делал, MRT. И он мне выписывал таблеток почти на 9,5 тысяч месяцев, разных. Морфин, метадон, Xenex, куча разных таблеток. Я присел на это, плюс я в Флориде жил, у меня очень хороший друг, он торговал кокаином, он был кубинец. И я делал наркотики, потому что мне не нравилась настоящая жизнь, я не любил реальность. Для меня реальность была очень депрессивной, и я не хотел жить. Это долгое время длилось в моей жизни, я много раз пытался бросать это. Потом я думал, когда я без наркотиков, я думал, зачем мне это нужно, мне не нравилось делать наркотики. Потому что это мне давало какой-то мир, какую-то радость, какое-то спокойствие. И больше ничего абсолютно в жизни не приносило никакого удовольствия. Хотя бы мне получалось во всем. И с домами, и с бизнесами. У меня одна жена была, потом развелся, вторая жена была. Я чего-то искал, чего-то добивался. Но когда я достигал чего-то, для меня это как бы, ну, я думал, что дальше? Теперь вот достигать, достигать, ничего теперь. Никакого удовольствия у меня не было. И я ударился в сатанизм, в колдовство, в волшебство, как бы это все. И мне даже вот этому не приносило тоже никакого удовольствия. Там людьми манипулировать, там, разные прикольчики делать, там, спать с разными девушками. Ну, как бы мне абсолютно ничего удовольствия не приносило. Абсолютно ничего. И вот этот уже год последний, когда до того, что я передознул, я уже просто, уже пару лет, я уже просто как-то существовал. Я как бы, ну, делал очень многое количество наркотиков, но я не мог... Ну, передознул, приду в себя, и все нормально. Передознул, там, попаду в больницу, там, в сердце откажет, или еще что-то, почка откажет, или еще что-то залечу в аварию какую-то, и что-то, но со мной ничего не случалось. Я выходил из таких аварий, что машина полностью с двух сторон сбита, как бы, ну... Вообще, у меня вырезали такими, ну, как бы, джаз, лай, такими железными... Ректоножницами. Ректоножницами вырезали. У меня даже, когда я в больницу попадал, мне в кровь влили этот... Ну, такой фосфор, короче, что они проверяют, потому что доктор думал, что у меня внутренние кровотечения есть. Три раза влиял, потому что он не верил, что после такой аварии, что со мной ничего нет. Контрастная вещь. Да. У меня, как бы, ни царапин не было. И, как бы, я привык, что со мной ничего не случается. Как бы, что, вот, там, передознул, пришел обратно, все нормально, там, залетел в аварию, попал, знаешь, вышел с этого, все нормально, как бы... Я делал наркотики, потому что я не хотел жить. И даже, вот, когда я уже передознул, ну, последний раз, это, как бы, сильно было, моя вся семья собралась. Ну, мама, там, отец, родные, все говорят. Я говорю, Андрей, Андрей, что хочешь? Я говорю, ну, просто, ну, почему ты не хочешь жить? Почему? Я говорю, я не хочу жить. Я по сестре попросил ей, говорю ей, поставь меня в кому на два года. Я говорю, я хочу просто отдохнуть. Вот, я делал наркотики, я поспался, я просто делал, чтобы вырубиться, чтобы поспать. И когда я вот передознул этот последний раз, я пришел в себя, я помню, я лежал, потом мне как-то, ну, стрёмно так было, что я не умер, что я не могу умереть, и жить не хочется. И, а с другой стороны, страшно умереть, потому что я думаю, я в следующей семье, я слышал о Боге, хотя бы его не знал, что он есть, потому что я тоже знал, что он есть, потому что он меня, я понимал, что он меня хранит как-то. Потому что это нереально, что со мной случалось. А еще одно хочу сказать. Два года до этого я с мамкой один раз попал на молитву. Если бы я хотел сделать наколку, везунчик, я про это долго очень думал, что, как бы, ну, я по жизни, мне везет всегда. Ну, больше мне всегда, в общем, получалось везло, я был в 13-й аварии, ты знаешь, ни один раз, как бы, ничего не сломал. И я сидел здесь уже, там, придумал все цвета, все, как ее сделаю, и я пришел с мамой на эту молитву. И, как бы, приходит женщина, мне подходит, говорит, ты думаешь, что ты везунчик, если хочешь наколку сделать? Говорит, это я. Говорит, и ты всегда думал, что с тобой ничего всю жизнь не случалось, и что, ну, ты всегда думал, почему у меня никогда не было ни одна кость сломанная. Может, у меня были, как бы, разные ситуации, где, ну, должно было сто процентов, меня один раз избили конкретно, что меня легкие выбили, мне, как бы, с места вырвались легкие, как бы, ну, так по ребрах меня копали. Ну, ничего не было основано, и, типа, Бог сказал через эту женщину, говорит, что, типа, ну, ты всегда про это думал, говорит, это я с детства, ты еще должен был умереть младенцем, но, так как бы, я, ну, сохранял тебя и, как бы, держал свои руки на тебе всю, всю, всю твою жизнь. И, ну, я все равно был, как бы, в депрессии всегда, не было никакого счастья, в ничем я не хотел сказать счастья, хотя бы, у меня, как бы, получалось, у меня много друзей, у меня получалось во всем, что, ну, в общем, что я не делал. И вот я после этой комы пришел в дом, и уже все на меня уже сдались, родители уже все, мамка, все, как бы, уже, как бы, мама даже вот до этого отказалась от меня, потому что они уже не могли переносить то, что я их, ну, мучаю постоянно, и не умру, и постоянно какие-то приколы, то передоз, то еще что-то, то еще что-то, то еще что-то, то еще что-то. Я вот лежал дома, и я говорю, боже, если ты есть, я говорю, сделай что-то, сам сделай, я ничего не хочу делать, я ничего не буду делать, не буду меняться, не буду сраться, может, я был, ходил в кучу репцентров, американские, русские, верующие, неверующие, 12 steps, там, психушки, к докторам, к психиатрам, к этим, эти... К наркологам. К наркологам, к психиатрам, ну, короче, всем этим, как бы, ну, мы уже с сестра на доктора, она уже все перепробовали, и на таблетках, они уже мне, все были согласны, чтобы и на таблетках было, и чтобы доктор получил список, чтобы план курить, уже как бы совсем согласен, уже просто, чтобы, просто хотели, чтобы я жил. Все, что интересовало меня, просто, чтобы я жил. А я не хотел жить, я ненавидел жить. Я Богу, в прошлом, говорю, или дай мне сдохнуть, вот и так сказал, или сделай со мной что-то, чтобы я не существовал, чтобы я просто жил. И как-то, ну, забыл про это, дальше начал колоться, дальше начал, как бы, торчать. И моя мама нечаянно в аптеке русской встретилась с одной женщиной, которая была пастер-бита с Казахстана. И она как-то знала одного из служителей живого Израиля. И они как-то сговорились, и ко мне подошла моя сестра, мамка говорит, хочешь поехать в Израиль на рэп-центр? Я как-то уже не хотел ездить, мне уже надоело. Но они как-то сделали оглавление, да, ударение на том, что это будет, ну, Израиль на святой земле. И как бы, ну, если ты поедешь в Израиль, ты там, Бог ходил, Иисус ходил, может, там тебе поможет. Я как бы, ну, как бы, больше уже никакой надежды не было. Я как бы, я согласился, я был еще в таком дурмане конкретном. Я согласился. Мы взяли билет, я сразу полетел сюда. Но я очень боялся ломок. У меня были ужасные ломки, я, бывает, по 21 день не спал. Как бы, я попадал в больницу, мне отказывал ларить, ну, там, печень, короче. Сильные ломки и под капельцей лежал, я не мог ломки проходить. Мое тело не выдерживало. Из-за, ну, большой дозы. И я когда попал сюда, у меня ломок не было. Я как бы, у меня были галлюцинации две недели. Но когда я прошел через эти галлюцинации, я начал нормально спать, кушать. Нормально себя чувствовать, ну. Ну, просто я не знаю, даже не знаю, как я попал в Живой Израиль. Просто, ну, все так быстро произошло. Я как бы сделал решение попасть в Живой Израиль, попал я сюда. Я перебью. Живой Израиль – это сеть революционных центров в Израиле, которая была основана 13 лет назад. И сегодня очень много ребят, которые были нарко-явкозависимы, приходя в этот революционный центр, получают просто чудесное избавление от своей зависимости. И стараются служителями, ну, равных которым нет, потому что они служат, наверное, тем людям, которые сейчас нападают в зависимости. Такие, как вот был Андрей в то время, когда был в зависимости, и другие ребята. Просто интересно в том, что я много раз ходил в разные центры, ну, к психиатрам, там, к докторам, к разной клинике, поликлинике. Я всегда старался какими-то своими силами, ну, все делать, ну, чтобы как бы измениться или как бы бросить. Но мне не получалось. Но интересно, когда я попал сюда, я не прилагал никаких усилий, я могу это сказать как бы откровенно. Насчет ломок, ломки ушли, мне просто глючило. Две недели я думал, что я колюсь, что я в Америку каждый вечер появляюсь, в утром я здесь как-то появляюсь. И потом, когда я вот пришел в себя, ну, уже как-то все вышло с моего организма. Я уже здесь почти пять месяцев, и что-то со мной происходит. Это реально, вот когда я попросил Бога, что вот ты со мной что-то сделаешь. Нереально, я не была инсамния, ну, я не мог спать конкретно без таблеток. Это из детства у меня такое коническое, ну, у меня аркадинец прерабатывает адреналин почти в два раза, чем у простого человека. И у меня всегда бессонница была. Я могу спать, у меня есть какой-то мир, какой-то покой. Я как бы не напрягаюсь, как-то не стараюсь, но что-то со мной происходит. Я бы поселил Бога, чтобы Он что-то со мной сделал. Потому что я понимаю, что я сам, я не могу ничего сделать. Я думаю, сдался от собой, я понимаю, что я не могу себя изменить, я не могу ничего бросить. Я вообще бессильный насчет этого, как бы себя изменить. Даже силы боли нету. А с другой стороны, мне очень всегда нравилось делать наркотики. Так что вот эти все комбинации взять, я понимал, что никогда не смогу стать другим. Но я Бога бы просил, чтобы Он меня поменял, если Он хочет. Вот сейчас мне напомнило бытие 28 глава, когда Яков, когда он выходил из Версавии и остался в Вифиле, которую он назвал потом так. Он увидел среди ночи лестницу, по которой ангелы до суда ходили вверх и вниз. И он увидел Бога, стоящего на верху этой лестницы, и начал разговаривать с Ним. И сказал, я даже не знал, что в этом месте живет Бог. И заключил с Ним сделку, которая говорит о том, что если ты действительно будешь меня опекать, если ты будешь все время со мной, то я отдам тебе десятую часть всего, с чего имею. Я знаю, что в твоей жизни произошло нечто подобное. Что это было? Когда я был здесь с Андреем, потом я поехал в Литву, и я понимал, что со мной что-то происходит, что Бог начинает какую-то работу делать, но я не понимал, что... Я не просто не хотел быть никаким-то религиозным человеком, я хотел как бы полностью почувствовать Бога и пережить Его, чтобы знать, что это вот реально Бог пришел и что-то со мной сделал. Чтобы реально вот как Аверель сказал, что вот, ну, Яков, когда встретил Бога, он знал, что он встретил Бога. Это не было какой-то просто, ну, настоящая встреча с Богом. И когда я поехал в Литву, там приезжали, в одну церковь приезжали души попечителей. Ну, просто как бы они молились за разных людей, и когда пришла за меня вообще молиться, как бы мне проявились бесы, демоны. Почему? Потому что я, как бы, я занимался солонизмом, волшебством, колдовством очень сильно. Я, как бы, я очень сильно, ну, на этом не зацикливался, но я, как бы, я понимал, что я реально это делал, я этим увлекался, но я думал, что это я имею контроль над этим, что оно никак не влияет мной. Я, наверное, очень сильно ошибся в этом, потому что оказывается, что почему тебе получалось в этом духовном мире творить разные гадкие, нечистые вещи, это потому что эти духи живут в тебе, и они через себя могут контролировать других духов. И когда приехал пасырь, это души попечителей с Украины, и молиться за меня, начали проявляться эти бесы. И они не хотели уходить, потому что они сказали, что я был посвящен дьяволу, когда мне было 5 лет бабушкой. Плюс я сделал сделку с дьяволом, я подписал синхровой договор, и он имел полностью право над моей волей. Вот я потом узнал в Литве, почему у меня ничего в духовной сфере не получалось, ничего в жизни, потому что я сделал сделку с дьяволом. И так что хорошо, что оказались хорошие люди после раз Украины, и там еще одна женщина, которая меня очень полюбила и помогла, она как мама мне. И она узнала других людей в Германии, которые там конкретно занимаются душепопечением, там изгнанием беса, они работают с духовным миром, у них есть очень большой опыт в этом. Но я туда поехал на 3 дня, и начали его молиться первых 2 дня, и очень были сильные проявления, но бесы не хотели уходить, демоны. Они меня как бы отключили, когда молились за меня, меня отключало, я терял сознание, предвидел себя, мне сказали, отвлекись и обратно терял сознание, я не мог не разговаривать, не думать, не мыслить, только начало рыбать, мне раз, выключало мой мозг, мой ум, я просто раз терял сознание, как бы ну, они даже не могли поговорить с этим демоном. И вместо 3 дней я остался в Германии 3 недели, мы почти каждый трой день воевали, потому что иногда у меня так сильно, ну, почки начали отказывать, я не мог ни кушать, ни спать, ни пить ничего, ни ходить, я не очень действовала так физически, я чувствовал эту нагрузку, даже в служителей тоже начала нагрузка сильная быть. Но я уже начал бояться, у меня сны снились, ко мне приходили разные тени ночью, ну, и дневник сказал, что он меня не отпустит, он меня погубит. Я этим служителям сказал, что его зовут Белизавул, главный демон, он сказал, что он мой отец, я подписал с ним договор, и он имеет право над моей волей, он меня не отпустит. Но, в конце концов, как бы Иисус победил, 100%, и я по-настоящему родился свыше, когда это все ушло от меня, я себя чувствовал по-настоящему как новый человек. Это было... Я прилетел сюда, на школу библейскую, в Израиль, 4 февраля, но до этого я был 3 недели в Германии, как бы, ну, знаете, молитвы на этом очищении. И после этого, как произошло, когда я прилетел на школу 4 января, я себя уже чувствовал здесь как новый человек, 100% новый человек. Я понимаю по-настоящему, что такое есть рождение свыше, потому что я никогда этого не переживал за всю свою жизнь. То есть, реально, как бы, у меня сейчас стал другой ум, как бы, свободный ум. У меня изменился мой характер, мое мышление, мои желания, мои чувства, как бы, все у меня поменялось. И, как бы, я к этому абсолютно не прилагал никаких усилий, ноль. Я не старался, я там ничего там читал, добивался, постился, молился. Я этого ничего не делал. Все, что я делал, я был послушным своим наставником. Это были, ну, старшие пастыра, служители, которые были надо мной. Я был послушным им. Я был послушным как Богу для этого. Я просто просил Бога, может, делай что-то со мной, и я не буду тебе мешать. И Бог реально поменял мою жизнь. Я реально чувствую, что я родился свыше. Сегодня я принял водные крещения, как бы обновил завет с Богом. И, аллилуйя, я очень счастлив, что Бог, как бы, не дал мне умереть, даже после того, что всего, что я сделал, даже после того, что я сделал сделку дьявола, Он не допустил, что я умер, что я передознул, но Он мне дал шанс еще на жизнь. Я просто, как бы, ну, я сегодня, перед этим крещением, я просил Бога, чтобы Он мне дал дыряно, как бы, посвятить свою жизнь Ему, чтобы Он через меня мог действовать, мог, как бы, помогать другим ребятам, таким же, как я, которые думали в своей жизни, что абсолютно ничего не принесет счастья, когда тебе ни деньги, ни наркотики, ни девчонки, когда тебе абсолютно ничего уже не интересно, ничего не принесет счастья. Я хочу сейчас сказать, что я сейчас себя чувствую счастливым, очень счастливым. И это нельзя купить ни за какие деньги, это нельзя почувствовать никакими наркотиками, это вот самое высокое счастье и самое высокое удовлетворение, удовлетворение это только в Боге ты можешь или пережить, или чувствовать, или достичь. Вот, я сейчас на этой волне, я, как бы, хочу, как бы, так же самое поделиться с этим, такими шансами с тем же самым ребятам, как я, которые, как бы, все перепробовали и не находят счастья в ничем, но думают, что религия или Бог, Бог это не религия, что он какой-то скучный, несчастный, такой, какой-то, ну, я могу вам сказать уверенно сто процентов, мне ничего такого не дало переживания, такого мира, такой радости, как я нашел, когда я реально пришел к Богу и Он изменил мою жизнь. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, в 14-й главе, «Я есть путь истинной жизни». Каждый, кто приходит к Богу, он познает истину и жизнь. Но до этого еще в 8-й главе Он сказал, «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». И каждый человек, который познал Господа, который живет сегодня с Иисусом в сердце своем и является Его верным учеником, он действительно познал истину. И я просто безмерно благодарю Бога за ребят, таких как Андрей, за него самого и за всех тех, кто еще придет, благодаря, возможно, этому свидетельству Господу и получит откровение, узнает истину и истина освободит его от всякой зависимости. Андрей, спасибо тебе большое. Действительно вдохновил меня на это интервью сегодня, потому что я часто слышал свидетельства и наркоманов, и алкоголиков бывших, которые избавились с помощью познания Иисуса Христа и своей зависимости. Но это свидетельство меня реально просто повернуло в шоке, поэтому я два дня думал над этим, и сегодня у меня было откровение сделать это интервью. Спасибо, Андрей. Будьте благословенны, и у нас следующая встреча в наших передачах. Спасибо. Продолжение следует...